Всем привет! Меня зовут Касаткина Дарья. И сегодня я хочу представить вам первое видео из нашего цикла «Негативные чувства». И оно посвящено страхам. Страхи – зло ли это все-таки или благо? И прежде чем мы войдем с вами в тему, давайте вспомним вместе, что вы чувствуете, когда вы боитесь. Или когда вы тревожитесь, или когда вы напуганы. О чем вы думаете, что происходит с вашим телом? Что эмоционально вы переживаете? И пока вы вспоминаете, я перейду к обобщению. Когда мы боимся или мы напуганы, например, мы идем по улице, навстречу нам выбегает довольно крупная и возможно агрессивная собака. Мы чувствуем зажатость и скованность. Мы как будто бы все сжимаемся. Нам тяжело дышать, дыхание становится поверхностным и сердце начинает биться быстрее. Если ситуация еще более опасная, например, собака уже бежит как будто бы к нам, или мы переходим дорогу и слышим виск тормозов, то у нас может пронестись вихрь мыслей в голове. Мы можем подумать вообще обо всем, вспомнить различные ситуации, вспомнить весь сегодняшний день. Либо наоборот, мы окажемся совершенно ватной головой. И при этом мы будем чувствовать сильную угрозу. И эту угрозу нам сообщает некий импульс «беги, спасайся». Если мы с вами посмотрим на феномен страха через определение, то мы увидим от немецкого angst, по-латински angustia, страх говорит нам о том, что мы находимся в каком-то узком месте, мы где-то зажаты. Если мы посмотрим на определение, то увидим, что страх это состояние всеобщего возбуждения, сопровождающийся переживанием угрозы либо опасности. И это возбуждение, и это чувство угрозы нужны нам для того, чтобы мы подготовили себя к реальной опасности и смогли действовать. Что касается страха, есть разные феномены, разные проявления, связанные со страхами. Например, первое – это испуг. Испуг – это спонтанная реакция. Где-то громко хлопнула дверь, резко выключился свет, и мы испугались, вздрогнули, как будто бы немножечко подпрыгнули. Для чего? Опять же, чтобы быть наготове, если вдруг что-то происходит. Бывает, мы чувствуем тревогу, и тревога связана с какой-то неопределенной, неясной, отдаленной угрозой в будущем. Это может быть случиться, а может быть и нет. Может быть, я провалюсь на экзамене, а может быть, все будет в порядке. Может быть, начальник вызовет меня на разговор, а может быть и нет. Я не знаю, это может случиться, а может и нет, и я тревожусь. Состояние ужаса возникает у нас тогда, когда происходит что-то, о чем мы никогда даже не могли подумать. Например, землетрясение, стихийное бедствие или теракт. Наша жизнь внезапно переменилась, стала другой. Мы никогда не думали, что такое с нами случится, и вдруг наш мир зашатался. И в ответ на ужас могут у нас возникнуть как минимум две реакции. Первая реакция – это паника. Паника от греческого бога Пана говорит нам о каком-то вихре движения спонтанного. Все люди побежали в одну сторону, и я тоже в панике побежала. Может также возникнуть состояние шока. Шок – это состояние, когда мы не можем переработать эмоционально случившуюся с нами ситуацию. Мы не можем сейчас пережить все эти чувства, и тогда наш мозг как будто бы нас отключает. Мы находимся в ступоре или в шоке. Ну и последнее. Если все-таки с нами случилось какое-то пугающее событие, оно у нас зафиксировалось, например, та же самая собака, у нас может возникнуть фобия. Фобия – это страх, фиксированный на каком-либо объекте, который представляет опасность, потому что в принципе собаки могут быть опасны. Вот мы с вами рассмотрели различные виды проявлений страха, различные варианты. А что же с поведением? Как же мы реагируем или как мы действуем в связи со страхами? И здесь тоже возможны два варианта. С одной стороны, когда ситуация развивается очень быстро, у нас мало времени, у нас может быть мало ресурсов или сил, мы действительно можем спонтанно реагировать. И такие реакции могут нам помочь в трудной ситуации. С другой стороны, в связи со страхами мы можем принять решение и действовать. Давайте сначала посмотрим на реакции, которые возможны. Самая первая реакция в связи со страхом – это избегание. Есть какое-то событие, например, нас записали на какую-нибудь конференцию выступать, а мы боимся публичных выступлений. Конференция только через месяц, у нас есть много сил, у нас есть много времени, но мы настолько этого боимся и не хотим, что мы начинаем, убираем все письма, связанные с этой конференцией, все напоминания, мы начинаем ее избегать. Либо мы начинаем отвлекаться на какие-то другие задачи, либо возникает прокрастинация. Садясь за подготовку доклада, мы вдруг понимаем, что нам необходимо прибрать рабочий стол и поговорить с коллегой. Либо мы начинаем заедать. И это тоже избегание. Избегание – самая наименее энергозатратная защитная реакция, и она хорошо работает, когда опасность далеко. Если же опасность близко, допустим, на темной улице мы с кем-то повстречались, и мы испугались, и чувствуем, что здесь есть опасность, то мы можем обратиться в бегство. Но что, если избегание нам не помогло, а конференция все ближе и ближе, осталось только две недели? Мы можем спонтанно использовать активизм, то есть начать болтыхаться, как будто лягушка в молоке. Мы можем начать готовить слайды, делать очень красивые схемы, читать различную информацию, которая связана с нашей темой, но так и не сесть за подготовку нашего доклада. То есть мы делаем много, занимаемся бурной деятельностью, но данная деятельность снова пытается нас отодвинуть от источника нашего страха, от необходимости выступить. Хороший здесь пример из фильма «День радио» с моментом, когда ищем пуговицу. Ну хорошо, что если активизм тоже не сработал, и наши коллеги или даже наш научный руководитель или наше начальство подпирает нас с этой конференцией и говорит нам, ну где же доклад, давай уже завтра выступление, мы можем впасть в агрессию. И в связи со страхами агрессия, с которой мы сталкиваемся, это ненависть, потому что в страхе мы чувствуем, что эта угроза настолько сильна, что она может меня уничтожить. И тогда возникает переживание или ты, или я. И ненависть – это самая сильная форма агрессии, которая хочет разрушить эту угрозу. Но агрессия – самая энергозатратная из реакции. И когда мы исчерпали весь свой ресурс, и если при этом угроза все еще есть, у нас может возникнуть рефлекс мнимой смерти. В случае с нашей конференцией это ступор или даже обморок. Мы выходим на сцену и падаем. Или мы выходим на сцену и не знаем, что говорить. У нас абсолютно пустая голова, и нам кажется, что все это происходит не с нами. В самых критических ситуациях, при стихийных бедствиях, при авариях, мы можем впасть в состояние шока, с нами может случиться диссоциация, либо да, мы можем упасть в обморок. И вот мы с вами рассмотрели спонтанные защитные реакции. И мы понимаем, что с одной стороны, они могут нам помочь в сложной ситуации, но с другой стороны, они могут нам и мешать. Давайте подумаем все-таки, страх за или против, он нам нужен или лучше учиться быть бесстрашными. Я надеюсь, что вы тоже пришли к этой мысли, что страх в принципе полезен. Он хочет нас защитить. Он хочет нам показать, где есть реальная угроза. Он хочет сохранить либо нашу жизнь, либо другую большую ценность – жизнь, благополучие, здоровье наших близких. Но у страха есть ограничения. Мы можем быть так напуганы, что ничего не сможем сделать. Страх лишает нас сил. И второе, мы можем быть так напуганы, что не сможем здраво оценить ситуацию, и она нам покажется более опасной, чем она есть на самом деле. Что же делать? Самое конструктивное – это от реакции переходить к действиям и к осознанным решениям. И тогда самое первое, что нам нужно сделать – это увидеть и принять всерьез свои чувства. Да, я напугана. Да, я чего-то боюсь. Я боюсь этой собаки, я боюсь этой конференции, и я имею право этого бояться. Следующее, что нам нужно сделать? Страхи, как и другие чувства, не возникают на пустом месте. У каждого чувства есть своя причина и свое основание. Страх нам сообщает о реальной опасности, но нам нужно ее внимательно оценить и разделить, где это от чувства, а где это действительно реальность. Действительно эта конференция очень серьезная. Там есть иностранные участники. Действительно, я представляю свое место работы, я не должна упасть в грязь лицом. Это действительно важно, и я могу запнуться, я могу забыть текст. Что мы делаем в следующем? Когда мы увидели реальность, нам нужно обеспечить свою безопасность. Если мы говорим опять же о конференции, мне нужно хорошо подготовиться, мне нужно помочь себе максимально возможными способами. Если это какая-то физическая угроза, например, мой маршрут до дома проходит через темную какую-то улицу, то тогда я должна подумать о том, как обеспечить свою физическую безопасность. Поменять маршрут или носить с собой перцовый баллончик. Ну и последний пункт. Когда я нахожусь в моменте, я чувствую, что я напугана, я волнуюсь, я тревожусь, очень важно глубоко дышать. Почему? Если вы вспомните, то в страхе дыхание у нас становится поверхностным, и гораздо меньше кислорода попадает в мозг. И от этого реакция страха и возбуждение усугубляется. Но когда мы глубоко и спокойно дышим, больше кислорода попадает в мозг, и мы начинаем расслабляться. А там, где есть расслабление, нет места страху. Ну и последнее. Как же все-таки помочь себя в долгосрочной перспективе? Как сделать себя более устойчивыми в связи со страхами и тревогами? Самое первое. Мы следим за дыханием. Учимся дышать глубоко животом. Второе. Если вы склонны тревожиться по разным ситуациям, попробуйте составить список своих опор, на что вы можете опереться. Это ваше тело, это ваши ресурсы, у вас хорошие отношения, вы много чего умеете, вы много чего знаете. Это все, на чем вы можете стоять. Далее. Если предстоит какое-то волнующее вас событие, распишите примеры, которые закончились хорошо. Распишите подробно эти ситуации, когда тоже были какие-то риски, но вы справились, вы смогли и все получилось. Это также будет вам напоминать о позитивном исходе. Ну и последнее. Уберите чрезмерный контроль. Как говорится, делай, что можешь, будь что будет. Не пугайтесь, не тревожьтесь, берегите себя. И до встречи в следующем видео. Всем пока!